А водитель что, скрылся? Да. Ну, видели его? Да. А он приятный был? Не знаю. Пассажирка иномарки еще в шоке, но девушка не пострадала. После столкновения в больницу попали трое человек, которые находились в отечественном автомобиле. Митсубиши двигался по встречке и буквально протаранил поворачивающую шестерку. И Митсубиши, естественно, не уступил и не пропустил его. Наносит ему удар. При столкновении двух машин они задевают третью. Припаркованную машину «Газель», которая стояла на тротуаре. В отечественном автомобиле находилась семья из четырех человек. Трое из них, в том числе ребенок, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Кто виноват, не знает, говорит владельца иномарки. Мужчина уверяет, за рулем сидел не он, а другой водитель, который скрылся в неизвестном направлении. Вот сейчас я ему дозвонился, он говорит, что сейчас приедет. Но я не знаю, приедет ли он. Ну, потому что послуху тоже говорят, что он в нетризмом состоянии. Каким слухом? Экспертизу надо делать. Он был трезвый, это я точно не знаю. Не, ну согласитесь, трезвый. Гарантировать, я не могу. Может, он вчера пил, или чуть ночью, я не знаю. Я не видел, что он был трезвый. А вот очевидцы трагедии утверждают, именно этот мужчина управлял иномаркой. Когда он выбрался из автомобиля, и от него, и от его спутницы шел стойкий запах алкоголя. Водитель теперь отказывается, что он был за рулем. Хотя, сначала он выскочил, вообще остранился. Мы начали все бегать, вытаскивать детей, там, семейная пара ехала с двумя детьми. Детей вытаскивать, их вытаскивать из машины. Он стоял в стороне, а сейчас вот потом в скорую сел, говорит, я не за рулем был, ничего. Но за преступную халатность мужчине придется ответить по закону. Он выехал на встречку, и в результате его нарушения пострадали люди. Вина усугубится, если докажут, что он управлял машиной в нетрезвом состоянии. Экспертизу будут проводить и для водителя, и для его спутницы.